Здравствуйте! С вами я, Егор Галёв, и информационный выпуск «День за днём» о самом важном и интересном на территории Татарского района сегодня в нашей программе. В минувшую среду Владимир Смирнов посетил Увальский сельсовет. Вместе с главой муниципального образования и представителями районной администрации Владимир Васильевич отвечал на вопросы жителей и разбирался в существующих проблемах. Первым населённым пунктом, который посетил глава, стала деревня Зелёная Грива. Там основные вопросы жителей касались оплаты за коммунальные услуги. В частности, это касается воды. А в деревне Рождественка по-прежнему остаётся нерешённой проблема телефонной связи. Она пропадает при малейшем изменении погоды в худшую сторону. По вопросам образования, медицины и торговли у рождественцев претензий не оказалось. В Чинявино жители подняли тему, которая последние несколько месяцев тревожит многих жителей района. С недавних пор большое количество лекарств невозможно купить в аптеках, если у вас на руках нет рецепта от врача. А достать его не всегда просто, особенно если вы проживаете далеко от районного центра. Эту ситуацию прокомментировал главврач Центральной районной больницы Евгений Пиндюк. Выписывание лекарств по рецептам производится согласно федеральным законодательствам. То есть на этот повод вступил в силу с 1 июля федеральный закон, которые и приказы соответствующие, и нижестоящие, которые пошли и дали четкого указания аптечным учреждениям разных форм собственности, всех форм собственности, выписывать препараты в инструкциях, в которых написано, что... Вот если в инструкции написано, что они должны выписываться по рецепту, то их должны выписывать по рецепту. Выдумка это не наша, грубо говоря, это на то есть правовые документы, которые вышли. Смысл в этих документах есть. Это не просто чья-то там приходь, дали и ввели. Поскольку на сегодняшний день имеет место бесконтрольное употребление, особенно антибиотиков. То есть на сегодняшний день лечить сам себя, кто как хочет, антибиотиками, но по разным причинам. Кто хочет идти, кто не хочет вызывать врача там на дом, кто не хочет к медикам вращаться, кто хочет скрыть вообще свое заболевание и никому о нем не рассказывать, а просто сам взять и вылечить. Разные причины. Но есть такое федеральное решение и оно для аптек обязательное. Именно поэтому сотрудники аптек не рискуют нарушать закон, ведь отпустив пациенту определенное лекарство без рецепта, аптека рискует лишиться лицензии. Однако Евгений Николаевич объяснил, что выходы из этой ситуации есть. Если пациент живет в небольшом населенном пункте, то рецепты на так называемые обыденные препараты может предоставить медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта. Те пациенты, которые, например, лечатся от артериальной гипертонии всю жизнь одними и те же таблетками. Поэтому, чтобы не ездить постоянно туда, в этом планке есть срок годности его до года. То есть вот приходите на ФАП, она выписывает этот рецепт до года, и по этому же рецепту вы можете здесь же у себя на ФАПе приобрести эти медикаменты. В принципе, здесь было какое-то неудобство, но в принципе, выход есть из этой ситуации. Завершающее собрание состоялось в административном центре Увальского сельсовета. Там, как и в других поселениях, Владимир Смирнов рассказал об обстановке в Татарском районе. В этом году урожайное составило 19-4 центра с гектара. Все хозяйства района убрали, зерновые. Было сложно, непогода была. Порядка 50 единиц. Сельскохозяйственной техники новой приобретено на сумму более 150 миллионов рублей. В этом году хозяйство района построили ряд животноводческих помещений. Это колос, колхоз на 700 голов крупнорогатого скота, 300 коров, 50 родильное отделение и 350 молодняка. Колхоз Победа, животноводческие помещения на 200 голов. Также крестьянско-фермерские хозяйства строят животноводческие помещения. Также в этот день село Увальское посетил представитель компании Ростелеком, который рассказал, на каких условиях жители смогут подключить интернет и интерактивное телевидение. Глава Увальского муниципального образования Александр Спешилов рассказал о том, какие дорожно-ремонтные работы запланированы на следующий год. На следующий год мы как бы запланировали. Улица Центральная у нас, 300 метров, это, считай, отельсовет комиссаровскую. Я имею в виду асфальт тоже, там, 280, и школьный участок, асфальт. По щебенению юбилейные, школьные запланированы тоже, от Зайцевых туда. Дальше что у нас еще? Школьные западные и улица Дачная. В период с 25 по 27 октября были проведены командно-штабные учения совместно с органами управления и силами гражданской обороны по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации. Об итогах мероприятия смотрите далее в нашем сюжете. Командно-штабные учения проходили в два этапа. Первый этап был направлен на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного, природного и биолого-социального характера. Также на этом этапе проводилась тренировка по ликвидации аварии на железнодорожном транспорте. Для государственных ветеринарных врачей Чистоозерного, Чановского и Венгеровского районов глав сельских поселений и ветеринарных врачей животноводческих хозяйств Татарского района было проведено показное занятие по ликвидации африканской чумы свиней в животноводческом хозяйстве. В ходе первого этапа учения при принятии решений на ликвидацию ЧС организацию управления силами КЧС районов с поставленными задачами справились. Итоги работы ЕДС районов на первом этапе. Отчетные документы по вводным отрабатывались своевременно и с хорошим качеством. Своевременно проводилось оповещение членов КЧС и направление в район условно-ЧС необходимых сил и средств. Оценка представлена в ЦУКС Новосибирской области. В ходе учения документов хорошо. На втором этапе проходила тренировка групп управления и контроля за выполнение мероприятий перевода гражданской обороны района с мирного на военное время. Тренировка по оповещению населения запуском электросирен, а также тренировка по противопожарной защите в учреждении с круглосуточным пребыванием граждан. В ходе второго этапа в Татарском районе была проведена специальная тренировка на объекте с круглосуточным пребыванием детей. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних гор Татарска. Под действием персонала при возникновении пожара на указанном объекте с привлечением органов управления и сил района. Личный состав добровольной пожарной дружины и персонал учреждения действовали уверенно, грамотно. Вызов пожарного подразделения был осуществлен своевременно. Оперативно была проведена эвакуация проживающих детей и обслуживающих персонала. Персонал учреждения, личный состав всех привлекаемых в формирование с поставленными задачами в ходе тренировки справился. Оценка за тренировку отлична. В рамках учений также отрабатывались практические развертывания приемного эвакуационного пункта, станции специальной обработки техники, подвижного пункта питания и вещевого снабжения, а также пункта санитарной обработки. На базе бани номер 2 города Татарска был развернут санитарно-обмывочный пункт. По итогам учений был сделан вывод, что персонал подвижного пункта питания работе обучен и способен выполнять поставленные задачи. Заключены договоры об организации поставок, продовольствия и предметов первой необходимости, верхней одежды и обуви. На базе школы номер 4 города Татарска были развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты населения. Все пункты соответствуют предъявляемым требованиям и готовы к действиям по предназначению. Группа контроля в городе была развернута в установленные сроки и с задачами справилась. Оценка за КШУ по гражданской обороне города Татарска хорошо. По итогам второго этапа учений можно сделать вывод, что администрации районов способны организовать выполнение мероприятий по переводу гражданской обороны районов на работу в условиях военного времени. В апреле 2018 года будет проходить повторная проверка по выполнению всех устранений текущих недостатков. В завершении мероприятия лучшие специалисты были награждены грамотами Главного управления МЧС России по Новосибирской области за достигнутые успехи в ходе командно-штабных учений. 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают стражи законности и правопорядка судебные приставы. В этом году служба празднует юбилейную дату. 20 лет прошло с момента вступления в силу федерального закона о судебных приставах и закона об исполнительном производстве. В этот день судебные приставы получили поздравление от главы татарского района Владимира Васильевича Смирнова. Глава района вручил юбилейные медали 80 лет Новосибирской области начальнику отдела судебных приставов. Александру Пугачеву и судебному приставу-исполнителю Олесе Прошиной. Также лучшие работники получили почетные грамоты и благодарности главы татарского района. Сегодня сфера деятельности судебных приставов достаточно широка. Основные направления – реализация требований, исполнительных документов и обеспечение установленного порядка деятельности судов. Имеет дело федеральная служба и с гражданами, и с юридическими лицами. Ежегодно выявляется и множество случаев безответственного отношения родителей к своим финансовым обязательствам в адрес детей. Только за этот год возбуждено 41 уголовное дело по неуплате алиментов. Специалисты службы – профессионалы своего дела. Все сотрудники имеют высшее экономическое или юридическое образование. Работа многих отмечена ведомственными наградами. И, конечно, все обладают важным для этой профессии качествами. Они педантичны, решительны и стрессоустойчивы. 31 октября глава Татарского района Владимир Смирнов принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Один из вопросов касался готовности к эксплуатации дорог в зимний период. Уровень технического обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Татарского района достаточно высокий. На сегодняшний день все переезды имеют запас противогололедного материала. Также по состоянию на 20 октября на базе Татарского дорожного ремонтно-строительного управления имеется в наличии необходимое количество материала для обработки дорог от гололеда. Вся техника имеет стопроцентную готовность к эксплуатации в зимний период. Обществом с ограниченной ответственностью Агродорспецстрой Татарск в настоящее время проводится ряд мероприятий по подготовке дорог к зиме. Установка сигнальных вех, закрытие отверстий труб, изготовление и установка снегозадерживающих устройств. Заготовлено около 500 тонн песко-соляной смеси. В наличии имеется 400 тонн песка, а также 10 тонн холодного асфальтобетона для выполнения ямочного ремонта дорог. В летний период около 20 гектаров кустарной растительности, которая способствовала затруднительному передвижению на проезжей части, было удалено. Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения также готово к работе в зимний период времени. Заготовлено у нас в наличии есть 250 тонн песка, к пятому числу должны подвезти нам соль, 25 тонн песко-соляной смеси имеется в наличии. Итого будут заготовлены 300 тонн песко-соляной смеси. Составлены графики работ по очистке снега. Вызов работников для работ по очистке снега от снега и ликвидации зимней скользкости появляются при выпадании снега толщиной не менее 2 см, а также при проявлении гололедных явлений на дорогах. Также в 2017 году на объектах уличной дорожной сети города Татарска был реализован ряд мероприятий для повышения безопасности дорожного движения. Работающая молодежь нашего района продолжает активно и с пользой проводить время. В последний день октября в зале ресурсного центра состоялась интеллектуальная игра среди молодых представителей предприятий и организаций. Кот в мешке и вопрос-аукцион. Плавали «Знаем» за 400 и «Великие полководцы» за 1 тысячу. Эти словосочетания хорошо знакомы тем, кто регулярно смотрит телевизионную программу «Своя игра». И может быть в татарском районе пока нет будущего Анатолия Вассермана, однако интеллектуальная игра доказала всем, что кругозор у нашей молодежи развит довольно неплохо. В игре приняли участие коллективы районного дома культуры Родина, комплексного центра социального обслуживания населения и администрации татарского района. Я представлял из себя три тура по три блока на разные темы, к примеру, явление природы, еде не только, таблица Менделеева и тому подобное. Каждый вопрос имел свою стоимость, соответственно, команда, если отвечала правильно на вопрос, она получала эти баллы, если отвечала неправильно, эти баллы списывались со счета. Ну, чтобы игра была интереснее, были вариации вопросов, то есть код в мешке, аукцион. Формат программы «Своя игра» проверен временем. Это игра-викторина, которая более 20 лет транслируется на российском телевидении. Производится по лицензии и является российским аналогом американской телепрограммы «Рискуй». Основной процесс в игре – ответ на вопросы. Вопросы в игре сформулированы, как правило, в виде утверждений, где искомое слово заменено местоимением. Игроки должны догадаться, о чем идет речь в вопросе и дать ответ. Например, именно в этом году Суворов перешел Альпы. Или этот писатель владел имением Ясная Поляна. Представители работающей молодежи Татарска признали, что порой вопросы были слишком сложные, но в целом от игры все получили удовольствие. Что касается вопросов, степень их сложности варьировалась, конечно. Были вопросы элементарные, которые еще со школьной программы нам известны, которые по логике можно догадаться. Но, соответственно, чем была больше стоимость вопроса, он был немного посложнее. Ну да, мы приняли во внимание рефлексию от участников, что некоторые вопросы были очень залумные. Ну и в будущем мы постараемся этого избежать, конечно. В дальнейшем планируется уже, ну, это будет, скорее всего, на следующий год, именно провести серию игр по району, потому что зачастую муниципальные образования выехать не могут сюда. Скорее всего, поедем мы к ним, проведем кустовые форматы игр, и уже победители игр будут часто к финале, который мы планируем провести здесь, в Татарске. Сегодня такой категории населения, как работающая молодежь, уделяется большое внимание. И директор молодежного центра рассказал нам о том, какие мероприятия планируется провести в ближайшем будущем. На следующей неделе, ну, как бы покажет время опять, планируем, ну, тоже дать объявление, да, что в мафию поиграть. Ну, я думаю, что эта игра всем известна, и она пользуется сейчас до сих пор популярностью, несмотря что уже давно. Ну, и еще мы вот ездили недавно на форум работающей молодежи, там тоже, ну, подкинули нам такую идею проведения игры «Два дивана», ну, вот «Подмосковные вечера», тоже планируем как-нибудь, ну, в ближайшее время провести. С 1 октября в Татарском районе начала свою работу призывная комиссия. Традиционный праздник, посвященный отправке молодых людей на службу «День призывника», состоялся 30 октября. Этой осенью в Татарском районе большинство отстрочек предоставляется призывникам, которые являются учащимися в высших или среднеспециальных учебных заведений. В связи с заболеванием или периодом дополнительного медицинского обследования отстрочки по здоровью предоставляются на 6 месяцев. В своем приветственном слове глава Татарского района Владимир Смирнов отметил, что на сегодняшний день 194 молодых гражданина из района проходят службы в рядах Вооруженных сил России, 14 человек служат по контракту и 10 обучаются в военных учебных заведениях. Всегда защита отечества – это была почетной миссией в нашем государстве. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и, конечно же, хорошего настроения в этот праздничный день. Военный комиссар города Татарска, Татарского, Устарского и Чистоозерного районов Виталий Томилов рассказал будущим призывникам о нововведениях в федеральном законе. Те, которые закончили средне-специальное профессиональное учебное заведение, я имею в виду колледжи, эта категория призывников имеет право выбора. Они могут пойти на срочную службу на общих основаниях, либо пойти на военную службу уже по контракту, заключив контракт сроком на 2 или 3 года. Нашим призывникам хочу пожелать достойной хорошей службы, хороших товарищей, но хочу сказать, что службы легкой не бывает. Поэтому с честью и достоинством переносить все тяготы и решения военной службы. Первая отправка в воинские части состоялась 22 октября. Шесть человек были направлены для прохождения службы в Восточный военный округ. Остальные призывники прибудут в свои воинские части в период 7 ноября по 25 декабря. Стоит отметить, что наши призывники проходят военную службу во всех видах и родах войск вооруженных сил России. Также в этот день для призывников были проведены спортивные конкурсы по выявлению уровня военных навыков. Любая экскурсия в музее имени Николая Яковлевича Савченко начинается в зале краеведения. И совсем недавно там появились новые экспонаты. О том, что еще нового в музее Татарска, далее в нашем сюжете. Ни для кого не секрет, что историко-краеведческий музей имени Николая Яковлевича Савченко является одним из ведущих в Новосибирской области. Однако любой опытный музейщик скажет вам, что хороший музей – это не только богатый фонд и большая экспозиционно-выставочная площадь, но и постоянное развитие и обновление. Именно поэтому в нашем музее постоянно открываются новые выставки и появляются новые экспонаты. Зал природы всегда был и остается очень зрелищным. Однако среди большого разнообразия представленных животных уж очень не хватало клыкастого хищника. И, наконец-то, мечта работников музея сбылась. Я еще, когда начал работать директором музея и начал посещать соседние музеи, я волка красавца увидел в Венгеровском музее. Думаю, у нас обязательно должен быть такой экспонат. И, естественно, я этим желанием своим делился с посетителями, и кто-то, видимо, запомнил. И один из охотников в этом году принес шкуру убитого волка, хорошо выделанную, звать этого охотника Алексей Михайлович. В Никулино работает таксидермист Евгений Овчинников. По моей просьбе он изготовил чучело, и вот сейчас это чучело волка размещено в экспозициях нашего музея. Работники музея любовно называют волка Михайлович по отчеству дарителя экспоната. Ну, а коль уж появился волк, то для природного равновесия должен появиться и заяц. А второй экспонат – это заяц. Заяц-русак, но зимний. У нас был заяц-русак летний. Естественно, что он в зиму меняет свою окраску. И вот такой заяц появился у нас в музее. Тоже совсем недавно. И тоже автором работает и является Овчинников Евгений Силани Кулино. Новые экспонаты в зале природы появляются довольно часто. И попадают они в музей совершенно разными способами. Покупаем их в магазинах охотничьих. Люди приносят, заказываем сами. То есть у нас сейчас есть адреса тех ребят, которые занимаются таксидермией. Не только в нашем татарском районе, но и за его пределами. Поэтому пополнение происходит постоянно. Накануне Дня народного единства в музее появился экспонат, который как нельзя лучше подчеркивает идею и значимость этого праздника. Жительница города Татарска принесла в дар музею мужской и женский казахский национальный костюм. Теперь есть в музее костюм немецкий, который мы можем показать посетителям. Татарский костюм, эстонское платье и одежда казахов, которые также проживают на территории нашего района. Александр Николаевич признается, что ему часто задают вопрос, каким путем тот или иной предмет попадает в музей. Истории бывают самые разные. В основном это, конечно же, подарки. Дар жителей города, района, других регионов, области, страны. А пути попадания в наш музей экспонатов самые разнообразные. Вот совсем недавно у нас в музее оказался экспонат старенький-старенький чемодан. Мне позвонил мой хороший знакомый, который говорит, Александр Николаевич, я видел вот на свалке в очень хорошем состоянии чемодан. На какой? Он мне сказал адрес. Я срываюсь на своей машине, полетел на эту свалку и там подобрал этот чемодан. И он сейчас, научное описание происходит, потом будет выставлен в экспозициях нашего музея. Вот даже таким путем. В следующем году в нашей стране будет отмечаться столетие пограничных войск. Александр Архипов вместе с сотрудниками музея уже строят планы по открытию новых выставок и экспозиций. Одна выставка будет буквально накануне Дня пограничника здесь, в городе. Пока еще не определились, где это будет празднование. Может быть, на Березовой роще, может быть, будет на стадионе Локомотив. Но эту выставку мы обязательно сделаем. Она у нас будет долгое время находиться в музее, и мы ее сделаем потом как выездную. И мы уже созвонились с Карасухским и Купинским музеями краеведческими с тем, чтобы такую выставку на месяц представить им. Получили согласие, и поэтому она у нас где-то после месячника военно-патриотического воспитания на месяц уедет в Купино. Мы поедем с пограничниками туда на открытие этой выставки. Ребятишек возьмем из военно-патриотического клуба. Возможно, нам пообещали, что они там в Карасуке пригласят молодежь на эту встречу. Там же есть подразделение пограничных войск. Пригласим сотрудников пограничных войск, военнослужащих пограничных войск. Карасук, Купино, а затем город Татарск. Историко-краеведческий музей имени Николая Яковлевича Савченко работает ежедневно. В том числе и в выходные. А самое главное, что даже если вы пришли в музей один, а ваш кошелек пуст, это совсем не повод отказываться от экскурсии. В понедельник музей у нас работает с 9 утра до 6 вечера с обеденным перерывом с 13 до 14. То в субботний воскресный день мы работаем с 10 утра до 16 дня. И еще вдобавок ко всему бесплатное посещение, что крайне вообще редко. По инструкциям музейным экскурсию можно проводить с группой посетителей 5 и более человек. У нас такого нет. Без разницы. Пришел один человек, двое. И говорят, а нельзя ли нам, чтобы кто-то рассказал? Без всяких проблем, экскурсовод, научный сотрудник, любой специалист. У нас сейчас даже смотрители. Вот если никого нет на месте, да, и специалистов, у нас даже смотритель может спокойно провести по своим залам и рассказать, ответить на какие-то вопросы. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы найдете на нашей странице ВКонтакте. С вами был Егор Галев. Всего доброго и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»